В городе Лесном, где в былые годы каждые шесть дней рождалась одна атомная бомба, готовится к взрыву, типа информационная бомба-сенсация, на культурном фронте. Точнее, на почве, агрессивно без культуре, по отношению к памятнику культуры. Здесь местному 22-летнему рукоблуду-рисовальщику светит аж до трех лет лишения свободы. В порыве самовыражения с помощью баллончиков с краской, он свой творческий зуд выплеснул на кинотеатр «40 лет октября», разрисовав его входные двери и колонну. Автора вычислили и собрались было слупить с него установленный материальный ущерб в 25 тысяч рублей, когда выяснилось, что должен он будет существенно больше и административным наказание не ограничиться. Кинотеатр относится, как оказалось, к категории памятников истории, а также культуры, и внесен в соответствующий реестр, в единый, государственный. А поругание таковых карается по Уголовному кодексу Российской Федерации, статья 243, частью 1, в качестве мягкого наказания предусматривает штраф до трех миллионов рублей, ну а в качестве самого строгого лишения свободы на срок до трех лет. И, честно говоря, неплохо бы строго показательно покостника наказать. Подбивать руки палками, опять же, закон не позволяет, а жаль. Вообще, это очень редкий случай, когда уличного почкуна не просто вычислили, но и довели дело до реального суда. Честно говоря, очень многих уже достало, когда мелкая группка мазил, почему-то ставящих себя выше прочих, навязывает всему городу свои каракули, уроды от здания мазней, подражая угнетенным неграм из какой-нибудь там трущобной горлемской тусовки. В условиях, между прочим, совершенно иной цивилизации, где такие, с позволения сказать, культурные ценности не в ходу и не в чести. И это при том, что именно у нас на Урале для граффитистов сделано едва ли не все что угодно. Подобного нет даже в Москве. В десятках городов области устроителями фестиваля стенография постоянно предоставляется авторам легальные площадки. Под сотню таких набирается за год. Участвуй, предлагайся, создавай там, где это люди сочтут возможным и захотят видеть твои рисунки, если, конечно, проект понравится. Если лень или если ты такой бесталанный и никчемный, но свербит, ну тогда беги куда-нибудь подальше, в глубину гаражей, в промзону и там самовыражайся. Потому что, ну кто ты такой вообще, чтобы вынуждать людей твоими художествами свои глаза ранить? Ни Репин, ни Микеланджело, ни Леонардо да Винчи, даже будучи признанными гениями, так не делали. Так кто ж тебе позволил уродовать окрестности? К тому же вынуждая людей потом тратить порой огромные деньги на ремонт. Ну, а потом вдобавок, такие же упыри из-за каждого угла начинают стонать, что какие-то гады все загадили в городе. Так что, если это 22-летний подросток, сел бы реально, это был бы хороший знак остальным. Хотя, конечно, вряд ли суд будет так жесток. Продолжение следует...